друзья вот обратите внимание явный пример работает по инструкции сразу надавить сразу обескуражить сразу ввести в ступор клиента сразу как говорится занять доминирующую позицию вот так их учат а это мразь с удовольствием пытается эксплуатировать эти приемчики дешевые такие подлые приемчики но смотрим слушаем простите что из этого получится алло здравствуйте меня зовут анастасия александровна банк тиньков отдела реквизации звонок поступает по поводу екатерины александровна скажите пожалуйста кем вам приходится вы как-то стесняетесь признать что она ваша супруга или что раз вы знаете чё спрашиваете родства садитесь и вот так да вот представьте пожалуйста я же вам сказал по поводу вашей супруги екатерины александр ночью за высказывание какие-то упреки что это обманывать пытаетесь кого я обманываю кого я обманывать пытаюсь я вам сейчас спросил она вам кем приходится на кома знаете не нужна я ее еще я учу обмануть это еще друзья еще обратите внимание пожалуйста какое раздутое самомнение раз она от имени банка то все должны сразу же с ней вступать диалог и вести этот диалог а может человеку просто не охота с ней разговаривать и понятия она не должна иметь кто он что он и кому приходит кем приходится ему этот человек ты посмотри какая овца давайте дальше послушаем пытались вас зовут дмитрий вячеславович правильно как я вас пытался обмануть вы сказали вы ее знаете я говорю знаю знакомого сказали не знаю какая разница если бы у меня спросили я ее не знаю я бы сказал знаю или не знаю блин тогда я вас обманул не происходит звонок сейчас поступает по поводу обслуживания ее счета вообще в курсе по поводу отношения с банком да в курсе а почему ситуация не разрешается финансовые трудности какие-то или что есть на то ряд причин это не ваше дело а чё это дело ну уж точно не ваше а чье ну вы не помогаете она в ней в состоянии чего это дело соседей или чё какая вам разница но не ваше это дело понятно то значит такая разница звонок поступать не по поводу ее денег правильно по поводу денег банка тинькофф вы помочь поэтому такая реакция ли что я просто не собираюсь не собираюсь помогать просто зачем помогать что оплатить ей вам что помогает по-разному кто-то информацию передает тем более вы сами видите что у нее там ипотека которая она оплачивает ну ничего родственники помогают ей не знаю никто не помогает зачем ей помогать она и так прекрасно обходится без помощи посторонних да ну вот нам совершенно на 5 апреля совершенно другую информацию рассказывала что не обходится а вы не в состоянии ей помочь просто не хотите у вас нет возможности есть возможность и они будут в чем помогать вы не скажите помогать помощь никакая не нуждается она ни в какой помощи не нуждается чем помогать а то есть человек не справляется с кредитной нагрузкой это как он называется так не нуждается в помощи нет конечно есть много причин по которым не платят люди не только из-за того чтобы нету денег любая причина значит что-то да не в состоянии оплачивать в основном это не хочет просто платить а может еще что-нибудь предоставляет ну вот она говорила причина что хватает денег только на продукты вы вдвоем зарабатываете вам хватает только на ипотеку оплачивать 26 тысяч больше ни на что не хватает у вас тут маленькая зарплата вы не в состоянии у нее там кредитов три и более в просрочке ну и что дальше то что а вы пытаетесь какую-то сейчас что-то говорить какую-то неправду какие причины придумать такой неправду я же шли на навстречу ваш позиции нам понятно дмитрий вячеслав еще с грамотными людьми разговаривать они соседями с вашими вы можете рассказывать что вы там якобы просто не хотите оплачивать на самом деле другая ситуация по-другому друзья простите что вмешиваюсь мне сейчас показалось или вы тоже слышали что что она сказала фразу с грамотными людьми разговаривайте имея себя в виду видимо ну хорошо читать она допустим умеет буквы знает я допущу что может быть и ноты она знает но в контексте грамотный человек она скорее всего намеревалась употребить свое свою эрудированность с точки зрения законов наверно отношений между людьми как такового но я не знаю интеллигентного подхода ну то есть всестороннюю грамотность ой 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 вот это да вот это вот скажем так прибило себя к позорному столбу а вы как думаете вашей супруге от отобрена льготная программа то есть банка положительно рассмотрел возможность платить в рассрочку без начисления процентов учитывая что дальнейшем ситуация может только усугубить поэтому запишите номер телефона по которому ей нужно будет сегодня перезвонить до восьми часов вечера мы и звонка либо родственников кто готов ей помочь финансово будут ожидать газовый номер телефона записать да нет она не будет вам звонить зачем она будет вам звонить ей нет нужды вам звонить как-то она ждет результат вот я вам говорю что мы одобрили мы вчера с ней разговаривали по этому поводу я все вопросы может не все знаете я все вопросы решаю за нее так что можете мне сказать какая там у вас льготная программа а что вы не можете решить тогда да за такое количество времени вы конкретно чего решаетесь ли вы все разговоры с банками ой только разговоры решать говорить что только по телефону это решение проблемуeth дмитрий вечер много еще говорите может любой много еще что я решаю понятно но конкретно вот и по телефону тоже я разговариваю вместо нее и не только вы — И она разговаривает, и родственники разговаривают. UA Navy in�� mélнитеati, и что вы выбрали только решение. Если бы вы действительно какую-то помощь ей оказывали, это я понимаю... — Я думаю, что все хорошо доказал. А откуда вы знаете, что я ей какую-то помощь не оказываю? Вот с чего вы её заставили? У меня не знаю ничего. Вы чё думаете, только финансово можно оказывать помощь? Ещё можно всякими законными, юридическими, правовыми мерами оказывать помощь. Не только финансами. Хорошо, законными, правовыми. А почему тогда не объяснили человеку, что он нарушает ряд статей гражданского кодекса? Куда же вы тогда смотрите? Почему не дали консультацию жене вашей? Она ничего не нарушает. Ничего абсолютно она не нарушает. Кто вам сказал? Вы, наверное, сами просто не совсем. Вам помощь тоже, может, никто не оказал юридическую? Чтобы так говорить и быть уверенным. Я уверен в своих словах. Собор нарушает ряд статей гражданского кодекса. А вы бы лучше искали возможность действительно договориться и помочь как супруг не просто усугублять ситуацию, а по программе реструктуризации. Так как на данный момент это единственный выход найти какой-то компромисс и рассчитаться с долгами. Я прекрасно понимаю вашу позицию. У вас дети, вам не хватает денег на еду, в долгах. У вас ипотека, вы не знаете, за что хватит. Нам все хватает. Такую маленькую зарплату, Дмитрий Вячеславович. Я не знаю, что у меня маленькая зарплата. А? Да у меня такая информация есть. Какая у вас такая информация? Вы что, видите мои деньги, сколько у меня денег в кошельке лежит или что? Я понимаю, что вам неприятно, да? Может вы хотели бы там больше зарабатывать, либо в лице других людей как-то другим выглядеть. Но по факту остается факт. Поэтому давайте мы с вами будем разговаривать действительно по тем фактам, которые есть, пока можно что-то предпринять. А не просто слова на ветер. Потому что у вас сложная ситуация, это не делает там ее либо вас каким-то плохим человеком, если у вас не получается зарабатывать и платить те кредиты, которые вы взяли. Вас на данный момент никто не осуждает, что вы не рассчитали ваши доходы с расходами и понабрали кредитов. Вам наоборот пытаются сейчас найти какой-то выход, чтобы вы самостоятельно расплатились со всеми долгами. В том числе ваша супруга, учитывая, что и дети у вас есть, да? Можно было бы, сумма тем более у нее небольшая, можно было бы рассчитаться минимальными платежами, остановив на числении процентов. В основном это самая большая сложность в кредите, оплачивать оплату в других кредитах, в других банках. Минимальный платеж, естественно, снизит. Та сумма, которая у нее сейчас есть, понятно, что она не в состоянии ее оплатить и заработать не в состоянии. Блин, да что вы заладили-то одно и то же, не в состоянии, да не в состоянии. Вы откуда такой бред-то принесете-то, ничего понять-то не могу, а? Четыре тысячи рублей она сможет оплачивать? Да ничего она не будет вам оплачивать, я же вам говорю. Есть ряд на ту причину, по которым она не будет оплачивать вам, блин. Чего вы взяли, что мы финансово несостоятельные? А? Я же вам говорю, мы вчера с вашей супругой разговаривали. Вы меня слышите? Угу. Я не думаю, что человек будет сам себе усердить ситуацию, говорить какую-то неправду. Помимо ее, да, еще информация есть из других источников. Каких источников-то? Какие у вас еще это источники есть? Достаточно много, не то, Вячеславович. Ну так что, по четыре тысячи рублей она сможет оплачивать? Да не будет она оплачивать, вообще не будет вам оплачивать. Как вы не поймете-то это? Сколько уже полгода вы звоните сюда и никак понять не можете. Не будет она вам оплачивать. Ну а что, почему? Чего не хватает? Четыре тысячи это небольшая сумма. Я же вам сказал, если вы, если там, да, обращались, либо обратились в какую-то там организацию, они смогут долги за вас там заплатить, либо увезти от нее, от этих долгов, или что? Вы на что надеетесь? Да. Что да? Хватить за вас будут? Да. А вы понимаете, что эта организация просто зарабатывает на вас деньги? Вы сколько уже с ним сотрудничаете? С юридической компанией? Да, не важно. Посмотрим. Что, не важно? Вы что так переживаете-то? Вы что так переживаете-то? Я не пойму. Ну что вы сюда-то дозвоните? Ну сидите, ждите тогда, пока там капают проценты вам там на наш долг, блин. Сидите, ждите, потом нас кинут, если вот наша юридическая организация, блин. И вы будете, и вы будете, ну вот вы подождите, пока накапают максимальные проценты. Вы подождите. Не надо за нас переживать. У нас своя голова есть на плечах. У нее и у нее. Ну а что вы тогда сюда звоните-то? Вот подождите, когда они нас кинут. Тогда мы к вам обратимся, скажем, ну да, мы были не правы. Что, сколько нам там платить? Что вы сюда звоните-то? Ну подавайте в суд, ну подавайте в суд тогда на нас суд. Они вам так, наверное, написали. Друзья, слышите, как затороторило? Потому что автор именно самое неожиданное задел. И действительно, расшифрую, кто недопонял. Если они утверждают, что юридические компании обманывают, то что они вот так вот рвутся, там пытаются клиентам звонить? Хорошо, обманывают. Ну и все. Вам же нужны заработки, проценты. Только не надо говорить, что вы за карман клиента радеете, чтобы как можно меньше клиент заплатил. Хорошо, пускай юридическая компания потыркает, мозги выносит клиенту, обманет его. И через полгода клиент-должник банка приходит в банк на блюдечке с голубой каемочкой с долгом в два раза больше. Проценты же капали. И все. И скажет, естественно, да, меня обманули, а Кассабанк был прав. И теперь, ну что, берите меня, трепите как липку. Но если бы так было, да? Правильно, нет. Как только у человека начинают просрочки, начинаются просрочки, они там начинают ему звонить, требовать. А если еще начинают слышать, что человек под юридической защитой, так что там только не несут, и все обманщики, и вас обманут клиенты, юристы обязательно вас обманут, никогда вам ничего никто не поможет, лучше нам платить. Зачем? Зачем, если мы обманываем? Если юристы обманывают, зачем тогда вы звоните? Правильно человек говорит. И когда она это услышала, у нее, конечно, в голове коллапс случился, потому что вот с этим аргументом тяжело. Но давайте послушаем, как она с этим аргументом справится. Это финансовые организации. Вы говорите принудительное взыскание, и как они будут с меня взыскивать принудительность? Да, да, запишем, запишем. Ну, а что записывать? Давайте прям почитаем, госпожа. Что же вы там хотели про 126 статью гражданского процессуального кодекса? А, это порядок вынесения судебного приказа, часть 1. Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение 5 дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. Ну, то есть, сторона пострадавшая может написать заявление о вынесении судебного приказа. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслуживания их объяснений. Понимаете, это вот самое страшное, то, что не понимают клиенты наши, жертвы. Вот эта часть вторая этого закона, этой статьи 126. Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслуживания их объяснений. Одна эта строчка может в обморок свалить, наверное, миллион сейчас людей, а то и 100 миллионов. Ну, а как же по-другому, конечно. И когда человек получает судебный приказ, вот это вот слово судебный приказ, оно звучит очень круто, знаете, и подавляет вообще любое желание что-либо делать, кроме одного, побежать на эти деньги и выполнить этот приказ. Вот. Но мы с вами помним и четко, четливо понимаем, что закон не ограничивается одной лишь только этой статьей. И существует статья 128 того же Гражданско-процессуального кодекса «Извещение должника о вынесении судебного приказа». И поехали, почитаем. «Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право предоставить возражения относительно его исполнения». Ну, тут дальше про сроки и так далее и тому подобное. И вот есть часть вторая. Вы, кстати, все можете почитать эти статьи. Это 128-я статья «Извещение должника» ГПК РФ. ГПК РФ не конкретизирует содержание возражения должника, которые могут быть указаны им в заявлении. Таким образом, в возражении может быть не указано причин или мотивов, о котором должник отказывается от исполнения судебного приказа. Понимаете, вы просто можете написать заявление об отмене судебного приказа. «Я не согласен с судебным приказом». Можете написать, что не согласны с суммой. Можете еще что-то написать. Но можно просто написать «Я не согласен с этим судебным приказом». Вот. И читаем дальше. Что позволяет защитить интересы должника, но может привести к затягиванию процесса для взыскателя. И поехали еще. На нашей стороне есть одна статья, которая тоже помогает нам противовес поставить. И вот она, наверное... Нет, ее рабовладельцы ей не показывают эти статьи. Зачем в ступор вводить? У них и так мозг слабый, а то вообще взорвется. А есть 129-я статья ГПК РФ «Отмена судебного приказа». Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. То есть, друзья мои, если вы получаете судебный приказ, вот эта страшная бумажка, вам нужно в течение 10 дней взять и написать отмену судебного приказа. Сделать это несложно. Мы десятками в день эти судебные приказы отменяем. И вы тоже это совершенно спокойно можете сделать. И давайте еще раз запишите на память. Кто не знает, запомните. Она эксплуатировала 126-ю статью ГПК РФ. Я вам привел в противовес 128-ю и 129-ю. В общем, эти статьи регламентируют судебно-приказное судопроизводство. Ну, давайте послушаем дальше. То, что они вам там наобещали горы золотые избавить от долгов, либо решить ваши вопросы. Я вам скажу, что ни одна антикорректорская организация или какая-нибудь юридическая организация, куда вы обращаетесь, не избавит от долгов. И платите и придет от общей суммы, которая вышла. Хорошо, хорошо. Вы ждите тогда, когда это все произойдет, и мы будем платить потом вам. Что конкретно ждет? Что ждать-то нужно? Вы чего ждете-то? Ну, нет, вы ждите, когда нас кинут, и мы тогда будем вам платить. Что вы переживаете? Это так я понятно не могу. Так они будут и год, и два из вас деньги. Ну и что? А вам-то какое дело? Ну, а вам-то какое дело? Ну, давайте сейчас начинайте взыскивать с меня там, как вы, в принудительном порядке, как вы говорите. Мы сейчас говорим про вашу супругу. Вы здесь при чем? Нет, ну, супруги, какая разница? Какая разница? Я говорю, ну, начинайте сейчас тогда уже, давайте, как вы там можете, в течение пяти дней. Ну, я хочу усугубить ситуацию. Я вот вам прямо говорю, я платить не буду. Подавайте, взыскивайте с меня в принудительном порядке, как вы там умеете. Вот я вам сейчас прямо это в лицо говорю, под запись разговора, под вашу. Мы платить, она платить не будет. Начинайте принудительные меры. Слышите меня нет. Вы информацию, Дмитрий Вячеславович, мы-то ориентируемся на слова клиента. Вы-то, понятно, не хотите усугубить ситуацию. Вы помочь не можете. Передать информацию вы не передаете. Вы, видимо, там, да, как-то ориентируетесь на те слова. А эта организация просто на вас зарабатывает деньги. Никто отдохнуть, уже не отсутствует. Хорошо, хорошо, пусть будет так. Поэтому на данный момент по программе реструктуризации вы информацию передаваете. После вчерашнего разговора рассмотрели положительно программу реструктуризации и готовы там снизить платежи. Ну, вы высылаете документы все, договор новый, где будут указаны все условия. Это будет выслано. Ну, вот, высылайте, мы посмотрим и еще решим, понравится нам это условие или не понравится. Если нам понравится, мы согласимся. Если нет, так нет. Поэтому мы сегодня ее звонка будем ожидать. Она не будет вам звонить. Она вам хоть раз звонила сама, нет? Она вам хоть раз звонила. Ну, конечно, Дмитрий Викторович, запишите номер телефона банка. Я ничего не буду запишливать. Вы, видимо, не совсем в курсе. Вам, видимо, просто, ну, ведомый человек, они вам наговорили, а вы вот ведетесь на все это. Даже не знаете каких-то элементарных других вещей и фактов. Поэтому запишите номер телефона банка, по которому нужно будет перезвонить. Да не будет она вам перезванивать. Мы вам так будем ожидать. Она не будет вам перезванивать. Готовы записать? Она не будет вам перезванивать. Я не буду записывать. Хорошо, тогда самостоятельно ей информацию передавайте. У нее дополнительная есть сим-карта, второй номер телефона? Есть. Продиктуйте, давайте верим. Лиди, что я вам диктовать не буду? Вы какие-то, блядь. Вы все-таки наивные-то, или что, я не понять не могу. Поймитесь чего-то или что? Зачем? Чтобы вы туда звонили, блин, по сто раз. Просто ваша реакция-то не совсем понятна. Вы же сотрудничаете с организацией, которая вам пообещала избавиться от долгов. А каких-то элементарных вещей вы боитесь? Я думаю, где-то на подсознании вы понимаете, что вы делаете пустую троту денег. Вы не можете там, на продукты вам денег не хватает, а вы оплачиваете каким-то организациям. Да, 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 хорошо. Ваша супруга где сейчас зарабатывает деньги, где работает? Да это не ваше дело, не важно. Ну, естественно, важно. Да нет, не важно. Не знаете где или что? Где она проживает? Я знаю, я говорю, не важно это, я вам не скажу. Понимаете? Где она проживает? Куда направляется корреспонденция из банка? Ну, где вот в договоре было изначально указано? Туда и отправляйте все. Улицу, дом, назовите. У вас все есть в документах, там все указано. Ну, естественно, мы сверяем, поэтому называйте. Не буду я вам ничего называть. У вас же все есть, вот отправляйте по тому адресу. А домашний телефон есть у вас? Есть. Продиктуйте домашний телефон. Да не продиктую я вам домашний телефон. Все. Ну, в любом случае, сегодня ее звонка будем ожидать. То, что вы там пытаетесь усугубить ситуацию, нам не совсем понятна вообще реакция. Да, мы усугубляем полгода, усугубляем, и вам еще непонятно, что ли, ничего. А что должно быть понятно? Что конкретно должно быть понятно? Что не собирается человек платить вам ничего? Ну, вы с ней тогда договоритесь, чтобы вы одно и то же говорили, а то вы одно заказываете. Хорошо, хорошо, договорюсь. Обязательно. Всего доброго, до свидания. До свидания. Да, вот такой вот ролик, друзья мои. А второе отдельное спасибо за этот ролик. Я все комментарии в процессе рубрика, в принципе, уже озвучил. Вам остается лишь пройти в описание этого, либо любого другого ролика, найти ссылочку на наш сайт и посмотреть, как устроена работа нашей компании. Как мы не обманываем людей. Посмотрев этот ролик, вы поймете весь алгоритм работы. И убедитесь, что сложнее не сделать, чем сделать то, что мы вам предлагаем. Посмотрите, пожалуйста, не поделитесь. Это очень полезно быть любому, кто еще этого не видел. Ну и, конечно же, лайк за этот ролик, пожалуйста, подписка на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и поделитесь в соцсетях и постсоцсетях отдельное спасибо. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алян. До свидания.